Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Вижу, что люди ставят. Так, ну хорошо, если трое видят, значит остальные тоже, скорее всего, видят и слышат меня. Давайте знакомиться. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. Я хотел бы знать, вы все из одной библиотеки или у вас есть коллеги из разных библиотек. Напишите, пожалуйста, город и должность, если нетрудно в чате. Пока вы будете писать, я хотел бы отметить, что презентации по тем темам, которые я сегодня буду представлять, доступны для скачивания. И я вам сейчас покажу, как их скачать. Ага, значит, я уже вижу, что из разных, да. Это вот кто-то, вот уже вижу, что из разных библиотек. Понятно. Ну, значит, просто подсоединились, наш менеджер подсоединил разных, разные библиотеки. Вообще-то у меня написано, что сегодня для города Сарапула будет проходить вебинар. Ну, вот я вижу, из Симферополя, наверное, еще есть люди. Ну, неважно, мне так просто интересна география. Итак, как скачать презентации? Для этого посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Примерное направление показываю. Здесь есть ряд кнопок наверху, горизонтальный ряд кнопок. Одна из этих кнопок, такая серая папочка. Если на нее нажимать, будет последовательно появляться и исчезать окошко, которое называется ресурсы. В этом окне есть две строчки с зелеными кнопками слева. Это две презентации, которые сегодня будут показаны. Нажимая на эту зеленую кнопку, обращаю ваше внимание, не на название файла, а на зеленую кнопку. Будет появляться окошко с запросом, где это сохранить, и соответствующая презентация будет скачана на ваш компьютер. Мы в компании DirectMedia обычно позволяем скачивать презентации и использовать их в библиотеках, как вам удобно. Единственная просьба со ссылкой на нас. Хотите, хотите, отдельные слайды используйте, хотите целиком. Важно, чтобы вы ссылались на компанию DirectMedia и на авторов этой презентации. Со скачкой, в общем-то, все. Я хотел бы отметить, что присутствующие на данном вебинаре, участники вебинара, только те, кто пришли на вебинар и прошли его, получат бесплатные сертификаты от компании DirectMedia. В конце вебинара я расскажу, где и как их можно получить. Сертификаты будут готовы примерно минут через 10 после окончания нашего вебинара. Итак, у нас сегодня три темы. Первая тема о трех наших продуктах пойдет речь. Первая тема – это библиотека Non-Fiction, решение для публичных библиотек. Вторая тема – это рассказ о нашем флагманском продукте, университетской библиотеке онлайн. И третья тема посвящена ArtPortal. Ну вот, давайте последовательно и начнем освещение этих тем. Библиотека Non-Fiction – это продукт компании DirectMedia, специально предназначенный для публичных библиотек. Почему специально? Сейчас потихонечку я вам рассказывать и буду. Ну, дело в том, что традиционно компания DirectMedia, ее основной, как я уже говорил, продукт – университетская библиотека онлайн была. Но мы в свое время пришли к пониманию, что для разного рода пользователей необходим разный состав электронной библиотеки. Если для вузов университетская библиотека онлайн – это самое то, то для других видов пользователей мы создали другие виды электронных библиотек, в основном путем усечения функционала и убирая из контента то, что не особо интересно тем видам пользователей, с которыми мы работаем. Примерами таких библиотек является бизнес-библиотека и вариант библиотеки университетской библиотеки онлайн для СУЗов. Ну и вот библиотека Non-Fiction, которая специально для публичных библиотек создана, обладает очень простым интерфейсом, как в плане работы слушателя, прошу прощения, пользователя, то есть как конечного читателя, так и в плане работы библиотекаря. Ну и кроме того, имеет удобный для библиотек, удобную модель экономическую комплектования по требованию пользователя. Об этом я расскажу по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Вообще компания DirectMedia начинала, ну собственно и продолжает свою деятельность, как издательство, но начиная где-то с начала десятых годов у нас появилась новая функция. Мы стали агрегатором контента, в основном агрегатором учебного контента для наших ВУЗов. Появилась концепция ЭБС, электронно-библиотечных систем, вот, и мы в нее вписались. Вот, собственно, электронно-библиотечная система – это такой некоторый специальный вид электронных библиотек, который был предусмотрен нормативными актами нашего министерства, Министерства образования, вот, ну об этом, собственно, не буду очень широко говорить, это особо вам, как библиотекам, не очень интересно. Вот, ну давайте начнем, продолжим точнее. Вот основной адрес нашей библиотеки, к нашему домену, сейчас я буду на кадрах что-то рисовать, к нашему домену второго уровня, библиоклуб.ру, просто три буквы надо приписать, lib.biblioclub.ru, и попадаем на библиотеку Nonfiction. Главная страница сайта достаточно проста, ну и сразу бросается в глаза, что наверху у нее располагается поиск, вот, ну, поиск мы традиционно делаем самым доступным, на самом верху нашего сайта, в любой нашей системе, потому что современная категория пользователей любых электронных библиотек, они в основном ищут не по каталогам свою книгу, не по каким-то рубрикаторам расширенным, с таким замысловатым поиском, а по просто поискам. Люди, привыкшие к современным информационным системам, понимают, что вот есть окно поиска, которое должно решить все их задачи. Нас Google и Яндекс нас к этому приучили, вот, ну и мы так и хотим в основном действовать. Поэтому поиск у нас поднят на самый верх и считается, что поиском можно найти, ну, не считается, на самом деле поиском, можно найти все, что вам угодно, используя либо прямой поиск обычный, либо расширенный, вот здесь вот есть кнопка расширенный поиск, расширенного поиска, и можно найти все, что угодно в библиотеке. Ну, однако, конечно, оставлен и поиск посредством рубрикаторов различного рода. Вот здесь тоже можно найти книжку уже в каких-то разделах, разделах знаний, либо по каким-то другим признакам. Кроме того, на главной странице есть новинки недели, это новые книги, которые на некоторое время попадают в топ, то есть их обложки появляются тоже близко кверху. Ну, и наиболее популярная литература тоже попадает на главную страницу сайта, с которой ее можно сразу одним кликом посмотреть. По контентному составу. Библиотека Non-Fiction содержит свыше 60 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре Non-Fiction. Жанр Non-Fiction мы понимаем наиболее широким образом. Это в основном не художественная и не учебная литература, не учебные в смысле, не учебники, вот в прямом смысле этого слова. Русскоязычная литература, трехсот издательств России, Белоруссии и Украины. Фонд библиотеки изначально рассчитан на широкий читательский интерес. То есть, тут Non-Fiction надо не в узком смысле понимать, а в смысле литературы научно-популярной для узкого круга людей, относительно узкого круга людей. В нашем понимании Non-Fiction содержит книги по разным тематическим направлениям, научно-популярную, деловую, образовательную, познавательную литературу и так далее. Некоторые библиотеки к нам уже подключены, не буду их особо называть. Издательства, я уже сказал, около трехсот издательств, среди них вот такие, как «Русское слово», «Книжный мир», «Адепт», «Ман Иванов Фербер», «Репол Классик», «Прогресс Традиция», «Белый город», «Пальмира», «Репол Классик», «Проспект». Ну и вот наше издательство тоже здесь представлено практически всеми своими книгами. Вот тоже в библиотеке Non-Fiction. Кроме книжной продукции у нас есть периодика, периодические издания журналы. Около трехсот актуальных тематических журналов с глубиной архива до пяти лет, включая актуальные новинки. Ну, правда, не по всем журналам есть новинки последнего года. Журналы не всегда охотно отдают последние свои номера в электронном виде агрегаторам, но по возможности, как только нам их отдают издательства, самые актуальные номера, они включаются в состав нашей периодики. Кроме того, у нас есть аудиокниги. Ну, вот здесь у меня написано «Для лица с ограниченными возможностями». На самом деле, этот вид изданий, электронных изданий, он популярен, конечно, не только для людей с ограничениями по зрениям, но и для прочих людей. Очень любят этот вид, этот жанр. Все люди, особенно когда им надо где-то ехать, следить за дорогой, а нужно что-то посмотреть или послушать. Лучше послушать, чем посмотреть, точнее. Вот в составе нашей библиотеки есть и такое. Тематические коллекции. Тематические коллекции – это не столько отдельный контент, сколько отдельный способ его распределения по темам. В данном случае это, конечно, не тематический каталог. Это, скорее, созданный руками наших библиографов и любителей литературы, книголюбов, такие выборки литературы по отдельным узким темам. Но эти узкие темы могут быть достаточно интересны. Поэтому подобрано несколько десятков тематических коллекций, если не изменяет память, около 50 или 80 даже. По-моему, 80 цифр, я слышал. Во всех наших продуктах есть тематические коллекции. В университетской библиотеке онлайн их 180, но вот в других продуктах их немножко меньше. В соответствии с направлением этой электронной библиотеки. В каждой тематической коллекции подобрано от нескольких десятков до где-то полутора сотен наименований книг, которые точно попадают в эту тему. Если ваши читатели, вы видите, что они заинтересованы в освещении конкретно этой темы, то им надо указать именно на тематические коллекции, потому что ни поискам, ни по обычному каталогу так подробно и так точно эти темы не освещены. То есть это такой творческий труд по созданию этих коллекций и их надо использовать. В коллекцию входят различные направления из истории, биографические коллекции, такие как династии Романовых. Там несколько коллекций практически по каждому из представителей династии Романовых, императоров. Различные аспекты истории, военные истории, истории дипломатики, из общественных наук, мемуарная литература, философская мысль, эврика, там как раз представлены научно-популярные книги, религия, этнография, музыкальная классика и так далее. Очень много интересных коллекций, это всегда люблю рассказывать про этот раздел. Внизу нашего сайта, в подвале, расположены инструкции для библиотекаря и для читателя. Они достаточно просты, то есть интерфейс достаточно простой, особенно для читателя, там вообще особо нечего и описывать в этой инструкции, но тем не менее, вот они есть, их можно напечатать при необходимости и читать. В чем состоит экономическая основа библиотеки Non-Fiction? В ней применен принцип комплектования по требованию. Это означает, что библиотека заключает с Директ Медиа договор на определенную сумму, и эта сумма, условно говоря, за вами закрепляется, и на эту сумму вы и ваши читатели могут из вот этого огромного перечня книг выбрать те, которые им интересны. Сумма со счета списывается только в тот момент, когда книга попадает в ваш фонд. Другими словами, читатели поиском находят интересующую книгу. Если эта книга еще не в фонде, они могут эту книгу полистать, то есть несколько страниц ее посмотреть, а после этого надо нажать на кнопочку «Отправить заявку». В момент отправления заявки эта книга появляется в личном кабинете библиотекаря, и библиотекарь должен эту книгу либо акцептовать, то есть разрешить ее включение в фонд библиотеки, либо отклонить заявку. Если библиотекарь разрешает включить библиотеку в фонд, то в этот момент деньги со счета списываются в размере стоимости этой книги, и дальше книга поступает в фонд для постоянного употребления в течение действия договора. Если договор пролонгируется, то книга остается в фонде уже бесплатно. То есть все обращения читателей к книге, помимо первого обращения, являются уже бесплатными. Другими словами, чем более активно ваши пользователи читают те книги, которые уже отобраны в ваш фонд, тем выгоднее для библиотеки общая экономическая ситуация по библиотеке Nonfiction. Особо обращаю ваше внимание, что количество читателей, количество логинов и паролей, которые вы получаете, оно не является ресурсом. То есть вы в самом начале договора получаете определенное количество логинов и паролей, но если вы их раздали вашим читателям и вам не хватило, вы можете запросить и бесплатно получить сколько угодно еще логинов и паролей, если у вас читатели есть под эти логины и пароли. Сколько бы ни было читателей, от этого финансовая ситуация не зависит. Зависит только от того, сколько книг отобрано в фонд вашей электронной библиотеки. Как я говорил, появляется книга в личном кабинете библиотекаря, и тут надо отметить, что вы можете акцептовать не все книги, а только те, которые по цене выше определенной суммы. Есть такая настройка, где вы можете выбрать порог, например, там достаточно низкий порог или высокий порог. Это означает, что вот здесь вот синим обозначено, например, 600 рублей. Это означает, что при цене ниже 600 рублей книги автоматически попадают в ваш фонд. То есть, если какой-либо читатель в вашей библиотеке выбрал книгу, и ее цена оказалась ниже этой обозначенной планки, то запрос вам не поступает, а она автоматически поступает в фонд, и автоматически деньги списываются со счета. Ежели больше, вот тогда поступает в ваш кабинет эта книга на утверждение. Варьируя этим порогом, вы можете увеличивать или уменьшать свою работу, но с другой стороны, можете варьировать и скорость, и стечение средств с вашего счета. Вот как выглядит та часть вашего кабинета библиотекаря. Вкладка «Запрошенные книги». И здесь мы видим, есть название, есть стоимость книги, и вот тут вот колонка «Статус», в котором находятся три разных статуса. «Одобренная книга» — это значит, что книга была запрошена, но и вы ее одобрили, либо она была ниже того порога, который требует одобрения. Вот одна книга имеет статус «Отклоненный». Ну, видимо, потому что эта книга достаточно редкая, она может понадобиться только одному-двух вашим читателям, и при этом ее стоимость достаточно высока. То есть вы уверены, что один раз списав эту сумму, вы потом ее уже на других читателях, условно говоря, не окупите. Ну, и несколько книг внизу ожидает вашего одобрения. Вот в увеличенном виде показываю. Вот эти две книги ожидают вашего одобрения. Ну, тут все понятно. Если нажимаете на зеленую галочку, значит «Одобрять», и если на крестик, значит «Отклоняйте» вашу книжку. Что еще есть в кабинете библиотекаря? Это статистика достаточно простая. Это книги, отритингованные по количеству просмотров. То есть наверху находятся самые книги, самые употребимые у вас, имеющие наибольшее количество запросов, и ниже книги, которые были запрошены, но меньшее количество раз. Эту статистику не обязательно смотреть по всему сроку действия договора. Можно любое начало периода и конец периода задать, и посмотреть за любой период рейтинг ваших книг. Кроме того, есть вкладка «Фонд библиотеки», в которой просто по алфавитному порядку авторов, либо по алфавитному порядку названий вы можете посмотреть список книг, которые уже включены в ваш фонд. также можно посмотреть список ваших читателей по логину и паролю. Это те люди, которые хотя бы один раз зарегистрировались в библиотеке, вошли под своим логином и паролем, которым вы им выдали. Вот, собственно, так, по большому счету и все. Такой достаточно простой кабинет библиотекаря, но, по крайней мере, не сравнить с кабинетом библиотекаря в ЭБС, где достаточно глубокая функциональность. Ну, в общем, и все, что надо. Мобильная версия сайта нашего есть. Достаточно приписать четыре буквы MLIP, то есть даже одну букву вместо LIP BiblioClub.ru MLIP BiblioClub.ru без точки, просто MLIP BiblioClub.ru и вы попадаете в мобильную версию сайта, которую можно использовать на любом гаджете. Однако удобнее, ну, особенно на телефонов, на гаджетах с большим экраном удобно использовать и то, и другое, а вот на телефонах больше удобно использовать мобильные приложения для Android, iOS, Windows, которые можно бесплатно скачать с соответствующего магазина, например, с Google Play, установить у себя на телефоне и пользоваться библиотекой Non-Fiction уже с гаджета. Для мобильных читателей, конечно, использовать подобные приложения иногда удобнее, чем просто читать книжки. Да, обращаю ваше внимание, что, разумеется, библиотека доступна для всех, для всех, кто подключен к сети интернет. Вот, но владельцы платформ, владельцы гаджетов, вот, используя данное приложение, они могут читать книжки также оффлайн. Книжка на момент чтения скачивается в гаджет, ну, а потом она через некоторое время оттуда исчезает, из оффлайна не исчезает, в онлайне можно продолжать ее читать. Вот, собственно, этот продукт достаточно простой. Менеджер проекта Алексей Архангельский, наверное, вы его знаете, его знаете, он как раз организовывал этот вебинар, обращался к руководителям библиотеки, так что, если вас этот продукт интересует, или вообще по любым вопросам, связанным с этим проектом, можете обращаться к Алексею, он вам всегда ответит на все ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я пока буду грузить другую презентацию, посвященную другим нашим продуктам. Задавайте вопросы прямо по ходу, пожалуйста, в чат. Я одним глазом в любом случае смотрю на чат. Если увижу ваши вопросы, то буду на них отвечать. Как я уже говорил, флагманским продуктом телек-медиа является университетская библиотека онлайн. Несмотря на то, что есть специальный продукт для публичных библиотек, некоторые публичные библиотеки, имея в виду, что к ним ходит достаточное количество студентов и школьников, а также учащихся колледжей, приобретает у нас университетскую библиотеку онлайн как электронную библиотеку, которая в большей степени покрывает интересы этой категории пользователей. Вот главная страница университетской библиотеки онлайн. Она такая более насыщенная, чем то, что мы рассматривали ранее. И сейчас я вам про нее немножко расскажу. Ну а для начала несколько цифр. В университетской библиотеке онлайн более 125 тысяч книг. Не книг, а вообще электронных изданий. У нас более 450 вузов подписчиков. Мы агрегируем более 25% рынка ЭБС в России. Сотрудничаем с четырьмя сотнями издательств, может быть даже больше сейчас. У нас среди них примерно там полторы сотни издательств вузовских. То есть это специализированные издательства, которые занимаются вузовской литературой. Ну и много других цифр красивых. Я не буду сейчас их все воспроизводить здесь. У нас есть такой слоган, связанный с университетской библиотекой онлайн. Он звучит так, больше чем ЭБС. То есть мы пытаемся агрегировать на нашей платформе не только электронные книги, но и всякий другой учебный контент, мультимедиа контент, различные изображения, карты, видеоролики, тесты, тренажеры и так далее. Также мы интегрированы с антиплагиатом. Есть возможность проверки работ, загружаемых слушателями на плагиат. У нас есть специализированные проекты, открытые арт-порталы энциклопедиум. Об одном из них мы поговорим подробнее. Есть возможность печати по требованию, когда книга печатается в... Можно ли организовать отдельный учет для филиалов? Вы имеете в виду, какой продукт? ЭБС нашу или библиотеку Nonfiction? ЭБС. Да, у нас это делается. Я сейчас форму вам не подскажу, но то, что в ВУЗах... ВУЗы подключаются либо целиком, либо по филиалам, такая практика у нас есть. Абсолютно точно. Печать по требованию. Так как в ЭБС основной массив книг загружен в формате PDF, это, в общем-то, требование было нормативных актов. где было сказано, что книги должны в страничном формате воспроизводиться, то есть в таком виде, в котором их можно напечатать. Практически любую книгу можно получить в напечатанном виде, заполнив соответствующую заявку. По принципу print-on-demand. Ну и для преподавателей важная такая часть. Есть продвижение в ринц наших преподавателей, то есть мы сотрудничаем с преподавателями как с авторами и заинтересованы в том, чтобы их продвигать в российском индексе цитирования. Какие контентные отличия от других ЭБС? У нас больше ведущих и уникальных издательств, шире представлены гуманитарные дисциплины, в основном это экономика, управление, финансы, бизнес, IT и некоторые другие направления. Ну, вообще представлены все направления, но наиболее широко вот эти. Ну и у нас собственные книги от Direct Media тоже присутствуют. Главная страница нашей ЭБС вот такая. На самом верху под номером первым переход между различными продуктами компании Direct Media. Здесь вот вы видите интернет-магазин, книжный, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека Non-Fiction, о которой я уже рассказывал, и Direct Academy, это наш проект, вебинарный проект. Вот, вот между ними можно переключаться. То есть это меню там самого верхнего уровня, переключение между разными нашими проектами. Меню 2. Здесь интерес представляет вот эта вот кнопка с глазиком. Это переход к контрастной схеме, которая более удобна для людей с нарушениями зрения. При этом ЭБС переключается на другую схему, на другой интерфейс немножко, в которой удобнее работать людям со слабым зрением. Как я уже говорил, наверху любого нашего продукта идет поиск, расположен поиск. Здесь поиск еще более расширенный, то есть его можно, расширенный поиск достаточно такой продвинутый, но можно пользоваться и обычным, прямо с главной страницы искать, что, собственно, наши студенты и делают в основном, ищут по вот этим обычным поискам. Под пунктом 4 располагается личный кабинет, и он сильно отличается для разных ролей. У нас есть роль студента, есть роль преподавателя, и есть роль библиотекаря, старшая роль. Вот в роли библиотекаря там достаточно много разного интересного функционала, мы про него сегодня говорить не будем, потому что это тема для отдельного большого вебинара. Но я вам покажу, где посмотреть эту информацию, если вас она интересует. 5, 6, 7, 8 и 9 – это, в общем-то, различные способы получения информации из различных видов каталогов. Ну вот, за исключением пункта 7, где есть просто переход между разными, такими обособленными разделами нашего сайта, такими как «Мои научные интересы», биографический раздел и так далее. В подвале нашего сайта располагаются новости. Вот этот вот второй пункт, на каждой странице нашего сайта есть такая вкладочка, по которой вы можете перейти в наш Helpdesk, и если что-то... вопрос у вас какой-то, можете задать нашим администраторам вопросы. Под третьим пунктом располагается меню, а тут переход в те разделы сайта, на которые нельзя перейти из верхних меню различных. Вот, ну, таких... Те пункты меню, которые реже нужны, такие как информация о нашем издательстве, информация о библиотеке, переход в разные специализированные разделы и так далее. Ну и, наконец, четвертый пункт. Можно перейти непосредственно к Apple Store или Google Play, и там бесплатно скачать для вашего гаджета, скачать приложение для университетской библиотеки онлайн. Под пунктом... Прошу прощения. Под пунктом 5 переход на наши странички в различных сетях социальных. Ну, я вам очень советую подписаться на наш видеоканал в YouTube, где много интересного. вот по этой средней кнопке, которая здесь расположена. Прошу прощения, у меня не совсем здоров, поэтому немножко буду читать, чихать в эфире. Пусть вас это не смущает. Чтение. Читалка достаточно обычная в том смысле, что все читалки более-менее похожи друг на друга и ориентируются на тот формат, который мы имеем, тот интерфейс, который мы имеем в Google Reader, прошу прощения, в Adobe Reader. Ну, здесь есть несколько интересных моментов. Под первым пунктом идет поиск. В данном случае это поиск уже по... полнотекстовый поиск по самой книге. 2 и 6. Это группа инструментов, позволяющих двигаться по книге вперед-назад, в начало-вконец, на конкретную страницу. В третьем пункте интересный пункт. Вот этот вот, вот эта кнопочка, которая позволяет взять код, определенный код и вставить в свой блок, на свою страницу на сайте библиотеки или где-то в другом открытом месте и вставить туда до трех страниц из данной книги. Обращаю ваше внимание, что это абсолютно легальный способ использовать данную книгу. То есть вы не копипейстом берете страницы, а туда вставляется вот этот вот ридер вместе с теми тремя страницами, которые вы хотите. Почему это легальный способ? Потому что код всего ридера туда уходит, а соответственно сколько раз эти страницы будут просмотрены вашими читателями, все это отразится в нашей базе данных и соответственно при расчетах с правообладателями будет учтено. Вот такой вот способ создания своих производных произведений на основе кусочков из других книг существует. Ну и наконец вы можете скачать до 10% книги за один раз в виде PDF, но в данном случае это только для личного пользователя, для личного пользования может быть применено. То есть скачали 10% книги и без интернета ее читаете где-то для себя. Что в статистике будет отображено? Какой момент? Что вы имеете в виду? Это я читаю чат. Дальше группа 4 это как удобно читать масштаб по всему экрану либо в окне увеличить, уменьшить, разверстать на весь экран и так далее. Ну и последний пункт тут все в принципе нет, это никак не отражается в статистике. Это просто просто возможность такая. В пятом пункте есть такая кнопка достаточно интересная, которая позволяет маркером отмечать. Ну вот как я сейчас могу немножко показать, если побольше маркер сделаю, например, вот 15. Вот допустим я этим маркером вот так вот что-то здесь пометил и у меня разными цветами и у меня эта функция осталась в этой книге. Сколько раз я эту книгу буду читать, столько раз у меня вот эта вот отметка остается. Только у меня, только в моем аккаунте вот такие вот можно сказать маргинали остаются для того, чтобы потом как-то обратить внимание на какие-то моменты. В нашей книге есть цитатник и конструктор-рефератор так называемый. Ну, по сути дела это возможность вместо того, чтобы цитаты переносить в Word или куда-то в другие системы, где это можно сделать. Использовать небольшие возможности облака для того, чтобы сделать примерно то же самое и потом сразу распечатать. Есть у нас учебные ролики, которые специально предназначены для ознакомления с этими возможностями. Если ваши студенты вас спрашивают что-то по поводу пользования этой библиотекой, можете просто их адресовать к этим роликам и там подробно рассказывано, как читать и как на предварительном этапе знакомиться с литературой. Поиск. Как я говорил, поиск есть у нас обычный и расширенный. Вот если вы нажимаете на кнопку расширенный поиск, то у вас появляется такое окошко, где можно много различных фильтров выбрать. Фильтры по времени издания, по издательству, по УГСН. УГСН – это укрупненная группа специальностей и направлений подготовки. Можете искать только в описании или включить полнотекстовый поиск, только в доступных книгах или по всему фонду ЭБС, книги с грифом, и так далее. Также можете раскрыть еще больше фильтров, и здесь есть возможность поиска не только по нашему сайту, но и по некоторым другим, по таким, как правовые сайты, в общем, масса возможностей по поиску. Тоже есть специальный ролик, 10-минутный ролик учебный, который можно посмотреть и с этим ознакомиться. Есть возможность сделать поисковые выборки, которые потом попадают в ваш личный кабинет, всем доступны, и преподавателям, и студентам, и библиотекарям. Смысл поисковых выборок состоит в том, прошу прощения, что в момент поиска вы обращаетесь к просматриваете поисковую выдачу, отмечаете там нужные книги, нажимаете на кнопочку «Занести в поисковую выборку» и даете этой выборке название, и вот под этим названием эти книги появляются у вас в личном кабинете кликабельный список, который можно прямо оттуда потом использовать. Сделано это для того, чтобы разделить поиск и чтение, потому что когда вы ищете, вам не всегда хочется читать книгу, переходить к чтению, а хочется сначала отобрать по названию и аннотации, а потом уже это просмотреть в режиме чтения. для пользователей в ранге в роли преподавателя предусмотрена информация о наукометрических показателях этого пользователя. Другими словами, если пользователь зарегистрирован как преподаватель, то по его фамилии и имя отчества производится запрос в RINZ на ресурсы library и оттуда считывается информация по его показателям цитирования. Другими словами, прямо из электронной библиотеки можно контролировать свой индекс цитирования, не выходя на другие ресурсы. У нас есть такая возможность посмотреть библиографическое описание книги и скопировать его прямо из страницы предварительного ознакомления, то есть до чтения еще. Соответственно, можно внести это библиографическое описание сразу в свою работу, если вы занимаетесь поиском литературы для своего научного или учебного труда, для такого как реферат, либо ВКР, либо какой-то другой, может быть, уже научный труд аспиранта. Это упрощает работу людей на первичном этапе, когда они только начинают свою научную деятельность, и когда они не очень хорошо понимают, как формировать библиографические описания. У нас это находится всегда больное место, потому что человек является специалистом в своей области, а библиографом не является. Поэтому ему всегда, особенно в начале своей научной деятельности, это представляет трудность. возможность сразу взять копипейстное библиографическое описание и внести его к себе в труд. То же самое, если в книге есть список литературы, то он доступен на самом раннем этапе, не в режиме читалки, а еще в режиме ознакомления с самой книгой. В режиме первичного ознакомления, вот такие возможности дают особенно преподавателям возможность увеличить информационный ссылочный метаболизм. То есть книги быстрее публикуются, потому что если человек автор электронной книги, то эта книга выйдет через месяц. Если он выпускает книгу традиционную бумажную, то это может быть полгода. Дальше они быстрее читаются, потому что они сразу попадают в электронную библиотеку, быстрее цитируются, потому что такие методы приняты для того, чтобы книги облегчить цитирование. И таким образом круг замыкается, и количество цитат потенциально увеличивается, что очень хорошо для автора, который заботится о своем индексе цитирования. Отдельные разделы нашего сайта. Один из разделов библиографические, биобиблиографические, именитые ученые и писатели. В этом разделе более двух тысяч авторов. Это великие ученые, великие писатели, а также некоторые современные авторы. Про каждого из этих авторов есть биографическая часть и есть библиографическая часть. То есть те книги, которые этот автор написал. Ну и сразу, если эти книги есть в нашей электронной библиотеке, то их кликабельный список появляется снизу. соответственно сразу можно перейти к этим книгам и их почитать. Есть раздел «Мои научные интересы». Это раздел в основном для преподавателей. Здесь есть два пути работы с этим разделом. Можно либо задать свои научные интересы посредством некоторых тегов, либо выбрать галочку на основе статистики. И тогда все эти галочки могут друг с другом комплексироваться любым образом. Не обязательно одна другую не отменяет. На основе статистики это означает, что такой интеллектуальный механизм начинает работать. Если вы что-то читаете, то ЭБС пытается предположить ваши научные интересы и соответственно вам предоставляет список книг на этой странице, которые могут соответствовать вашим научным интересам. Что делать пользователю, если он что-то не понимает в библиотеке или у него происходят какие-то неприятности, какие-то сбои? Есть четыре пути. Во-первых, воспользоваться нашим учебным каналом на ютубе. и так здесь у меня, да, к сожалению, у меня здесь, ну давайте я прямо сейчас вам этот канал здесь воспроизведу, чтобы можно было легко до него добраться. Так, одну минутку. вот наш канал. Там помещены, во-первых, помещены примерно полтора десятка роликов, посвященных функционалу университетской библиотеки онлайн, а также записи вебинаров Директ-Академии, которые у нас проходят уже несколько лет. Записи более трехсот наших вебинаров. Второе, мы всех приглашаем на наши вебинары, которые проходят каждый день, вот в частности, вот сегодня в 12 часов по московскому времени состоится очередной наш вебинар. На них рассматривается масса разных вопросов, связанных с образовательной тематикой, с IT-тематикой, библиотечной тематикой и так далее. Если у вас конкретный вопрос по конкретному пункту, который что-то не работает или что-то вы не понимаете, то можете перейти в техподдержку. покажу как, ну и наконец обратиться к вашему персональному менеджеру, который должен разрулить ваш вопрос. Наш видеопортал, я привел его, ссылку на него, он достаточно популярен, более 2000 пользователей у нас, почти 2500 уже. Вот те плейлисты, которые вас должны заинтересовать, это функционал ЭБС университетской библиотеки онлайн, записи вебинаров, ну и вот интересный пункт, практикум автора учебного контента, это для продвинутых авторов, которые хотят делать интерактивный контент, мультимедийный контент, есть ряд роликов, там около 50 роликов, как использовать различные инструменты, в основном бесплатные, для того, чтобы, это уже не инструменты наши, это общие интернет сервисы и так далее, как их использовать в своей работе, чтобы делать качественный учебный контент. Техподдержка, можно обратиться к техподдержке разными способами, либо по вот этой вкладке, о которой я говорил, задать вопрос появляется такое окошко и можно задать этот вопрос. Наша техподдержка работает в режиме 12-часовом с 8.00 по 20.00 московского времени. Если вы попали в эти часы, то она может ответить сразу. если не попали в эти часы, то на следующий день. Также можете написать письмо в техподдержку, очень простой адрес help directmedia.ru вот этот вот адрес, либо связаться по скайпу, или воспользоваться бесплатным по России звонком 8800 и дальше номер, который здесь проведен. единственная просьба, если у вас вопрос непростой какой-то, требует времени, то сначала лучше напишите и потом можно перезвонить через несколько часов, когда уже выяснится, что и как. Ну и наконец, если по какой-то причине вы не получили ответ, обращайтесь к вашему менеджеру, который каждому юридическому лицу представлен, и тогда он должен решить вашу проблему. Да, вот это не по этому адресу, у каждого менеджера свой адрес, соответственно, вы можете обратиться к нему по имени, по тому адресу, который будет в вашем личном кабинете представлен. Ну и я хотел бы вас пригласить в нашу Директ-Академию, которая проходит, это наш вебинарный проект, бесплатный вебинарный проект, который действует уже третий год, и в котором, как я уже говорил, рассматриваются различные вопросы, связанные с нашей отраслью, с образованием, с библиотечным делом, с контентным строительством и так далее. Приходите на наши бесплатные вебинары и участвуйте в тех вебинарах, которые вас интересуют, расписание по данному адресу можно посмотреть. Ну и я перехожу к третьей нашей части, это наш проект, который называется ArtPortal, это такая особая часть, это в основном открытый проект, потому что большая часть его возможностей находится в открытом режиме, осуществляется, вот его главная страница такая, его адрес ArtBiblioclub.ru опять же, три буквы, которые представлены к нашему домену второму уровня BiblioClub.ru представлены, арт. Это, с одной стороны, это галерея, с другой стороны, это гораздо больше, чем галерея с различными картинками, потому что в ней есть много разделов, которые носят чисто учебный характер. Мы позиционируем ArtPortal как учебный портал по направлению художественному направлению. Что касается состава, более 65 тысяч изображений, 5000 авторов, 3000 музеев, десятки различных стилей и направлений, жанров здесь не все представлены, по каждому из них можно отфильтровать информацию, если есть такая необходимость. Доступны, по очень многим изображениям доступны весьма качественные изображения с большим увеличением, вот как, например, здесь большая такая явление Христа народу, видите, тут очень мелкие видны детали, которые можно разглядеть. У нас в ArtPortal есть также особый подписной сервис, который называется Артотека. Артотека, выпуски Артотеки выходят каждые две недели, 24 выпуска в год, всего сейчас уже 70, если не изменяет память, 75 выпуск выходит, по подписке доступны все эти выпуски, каждый выпуск это такая маленькая книга, выпуски существуют в основном в форме лонгридов так называемых, то есть страниц с большим количеством текста с несколькими десятками или даже несколькими сотнями изображений структурированных с мультимедийным содержанием, с интерактивным содержанием и так далее, то есть это такой онлайн вариант художественных альбомов, скажем так. из этих семидесяти упомянутых мною выпусков семь выпусков являются абсолютно свободными, то есть доступ к ним осуществляется без подписки, так что с ними можно ознакомиться на некоторые ссылки я дам. У каждого выпуска есть своя обложка, некоторые из них здесь помянуты. Что касается интерактивных элементов, вот один из видов интерактивности, например, это так называемая ось времени, когда изображения расположены в виде такого слайдера, этот слайдер можно перещелкивать, здесь атрибутика картины, а внизу располагается ось времени, по времени появления картины, можно эту ось двигать вперед-назад, менять масштаб, переходить непосредственно на то произведение, которое интересует вас в данный момент, в общем, такая вот интерактивность. Чтобы ознакомиться с видом, вот я вам сейчас дам один из таких элементов, это автопортрет Зинаиды Серебряковой, такая вот ось времени, с которой можно ознакомиться прямо сейчас, если интересно. Там сразу станет понятно, как это все работает. Одним из видов наших проектов, арт-проектов, проектов арт-отеки являются так называемые интерактивные карты. Интерактивные карты используют это выпуск арт-отеки, посвященный определенному одному очень известному произведению искусства, которое дано в очень хорошем качестве. Вот в данном случае здесь сад земных наслаждений Босха дан в качестве 30 тысяч на 17 тысяч пикселей. Чтобы мы могли это себе представить, это примерно если отображать пиксель в пикселе, перед вами сейчас экран Full HD, то есть 1980 на 1920 на 1080, это вот 15 таких мониторов в ширину и около 30 мониторов в высоту. Вот такая огромная стена такая из мониторов, и соответственно пиксель в пиксель на ней тогда будет эта картина помещена. такое качество дает возможность приближать изображение до увеличивать масштаб до 20-30 раз без ухудшения качества. То есть, когда вы наводите условную камеру на какой-то объект, этот объект проявляется и новые и новые детали начинают быть видны. У нас 7 или 8 таких проектов интерактивных путешествий. Вот так это примерно работает. Вот здесь слева увеличенное изображение какого-то объекта, справа контекстная информация, контекстные рисунки, иногда контекстные мультимедиа файлы, звуковые, видеофайлы и так далее. Вот один из открытых проектов с такой подачей. Это Александр Иванов «Явление Христа народу». Очень интересный проект. Там 50 объектов рассмотрено вот таких вот. Ну вот в частности Иванов рисовал это свое произведение в течение 20 лет и он сделал более 400 зарисовок эскизов с натуры или откуда-то из каких-то других источников рисовал, подбирал фигуры. Сначала он эти фигуры подбирал, а потом он их реализовывал вот уже на своем полотне вот так вот. Вот вы с этим интерактивным путешествием тоже можете познакомиться прямо сейчас. Сейчас я его адрес возьму и передам вам в чате. Я думаю вам будет интересно это посмотреть. Ну вот практически все. Хотел бы только отметить, что подробнее про арт-портал у нас совсем недавно в понедельник и вчера в среду было в Директ-Академии два больших вебинара. И если вас эта тема заинтересует, можете записи этих вебинаров посмотреть. Они уже доступны на нашем видеоканале. Вот эти записи. Один вебинар был посвящен арт-порталу целиком, а второй конкретно арт-отеке и разным ее выпускам. Так что вот посмотрите, если вас это интересует, то пожалуйста воспользуйтесь. Все, наш сегодняшний вебинар закончен. Я жду ваших вопросов. Если вопросы будут, то отвечу прямо по ходу. Пока я жду ваших вопросов, я сформирую, если мне это удастся достаточно быстро сделать, сформирую ваши сертификаты. Давайте я это попытаюсь сделать прямо в реальном масштабе времени, это не так долго. Делаю отчет, чтобы вы сразу их смогли получить. прошу вас подождать примерно две минуты. так, формируем табличку. сохраняем ее. Так, я сейчас смотрю. Да, не расходитесь, прямо сейчас вот там через пару минут будет все уже готово. Так. Продолжение следует... Выбираем табличку. Так, ну вот, все уже... Все уже готово. Пожалуйста, можете перейти вот по этому адресу. В строке поиска выбираете свою фамилию, набираете свою фамилию, либо адрес электронной почты, и у вас появится кнопочка «Скачать сертификат бесплатно». Так что спасибо за участие в вебинаре. Приходите к нам на другие вебинары Директ Академии. Ну и пользуйтесь нашими продуктами. Если вас они заинтересовали, то всегда рады вас приветствовать в качестве наших пользователей. Ну что ж, коллеги, всего хорошего. До свидания. Если какие-то вопросы возникнут позже, обращайтесь ко мне вот по этому адресу электронной почты, либо к Алексею Аркангельскому, который является менеджером по публичным библиотекам. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. До свидания.